Мы продолжаем наш следующий поединок Легкий вес 4 раунда Рефери в ринге Александр Калинкин Боковые судьи Элбек Циренов, Сергей Литунов И Алексей Козлов Встречаем участников В синий угол ринга Боксер из Узбекистана Шутербек Макхамов В красный угол ринга Боксеры из Москвы Сандан Сандана Сандана Представляем вам участников Четырехраундного поединка В легком весе Синий угол ринга Боксеру 25 лет Рост 175 сантиметров Вес 61 килограмм 200 граммов Профессиональный дебют Из Узбекистана Шутербек Макхамов Красный угол ринга Красный угол ринга Боксеру 22 года Первый ринга Итак, друзья, весовая категория до 61 килограмма Синий угол Синий угол Шухрабек Макхамов И оппонирует ему Сандан Санданов Соответственно, красный угол И попадает сейчас Шухрабек Едва устоял Санданов Для того, чтобы отличать наших Боксеров Этого боя Итак, черные боксерки Красные перчатки У Шухрабека Макхамова Соответственно, черные шорты С надписью Сандан У Сандана Санданова И черные перчатки Он, соответственно, из красного угла Его оппонент из синего Ну и легендарный Александр Степанович Калинкин Вновь в ринге Макхамов работает В классической стойке Санданов В левше И периодически меняются ролями То Макхамов идет вперед Вот как сейчас работает первым номером Макхамов немного выше ростом Это его преимущество Но оно исключительно формальное Насколько Макхамов сможет этими Своими габаритами воспользоваться Мы посмотрим по ходу боя Чисто теоретически Он должен держать дистанцию Не должен подпускать своего оппонента И расстреливать его Именно с дистанции Хорошо сейчас контратаковал Поймал момент Не успел вовремя вернуть Макхамов правую руку На место у челюсти И этим воспользовался Санданов Но пока не вкладываются в удары Боксеры действуют больше В такой игровой манере На движении На скорости Хорошо Санданов попадает Левым боковым Еще раз подключает левую руку И вот Завязалась перестрелка Сам Санданов нанес и пропустил Удары неплохо отработали корпусом Вновь хорошо работает корпусом Санданов И раунд завершен Да Концовка получилась Интересная А вот друзья Наконец-то появились И Ring Girls Я уж думал Что сегодня будет Без девушек Но нет Девушки с нами Секунданты Секунданты Второй Раунд Итак Друзья Это второй из четырех запланированных раундов Дистанция не очень длинная Тем более что один раунд остался позади И боксеры Если они прочувствовали Друг друга Каждого своего оппонента То пришло время Начинать уже Работать Разведка Что называется Закончена В принципе для опытного боксера Вполне достаточно одного раунда Для того чтобы Нащупать сильные слабые стороны Своего оппонента Что Может делать в ринге Его оппонент Но это конечно же не всегда И все очень и очень индивидуально Завязалась такая борьба На коротке На средней дистанции На встречных курсах Действуют оба боксера Мы слышим сейчас из угла Подсказывают Макхамову не стой перед ним Уходи в сторону Ну и надо отметить Что достаточно На высокой скорости идет Бой Не сбавляют обороты В разрез сейчас хорошо Макхамов попадает Но нет акцентированных ударов В игровой манере Боксируют Спортсмены Хорошо сейчас Левый боковой Поймал момент Да под конец раунда Хорошо Санданов И не хватило времени Реваншироваться Макхамову Попытался он Наверстать Этот упущенный Пропущенный удар Но времени не хватило Под занавес раунда Все это произошло Продолжение следует... И вот этот эпизод Друзья Когда Макхамов Пропускает удар Четкий Левый боковой Опустил руку Макхамов И Замечательный тайминг Продемонстрировал Садан Саданов Ну что ж Впереди еще два раунда Включая текущий Третий раунд И У Макхамова Есть возможность Реабилитироваться Восстановился он По всей видимости Мы видели Что попытался Он реваншироваться И в конце Второго раунда После пропущенного Удара И после Того как Александр Степанович Калинкин Отсчитал Нокдаун Ну в любом случае Отступать ему Уже Некуда Второй раунд Он проигрывает Со счетом 10-8 То есть Минус Один балл Поймал Поймал сейчас Макхамов Сандан Санданов Двигается Продолжает Двигаться Вокруг Своего Оппонента Наносит Удары В движении На движении И уходит Постоянно уходит С линии Атаки Постоянно уходит Из-под обстрела Набросал Сейчас Комбинацию Один из ударов Прошел Именно Третий удар Третий Левый Прямой Хорошо у Санданова И попадает Все-таки Дождался Своего момента Макхамов Но устоял Его оппонент Сандан Санданов Устоял Хотя попадание Было хорошее Заканчивается Третий Раунд Да Едва Стоял На ногах Сейчас Сандан Санданов Четко попал Макхамов Хороший Еще один Хороший Эпизод В концовке Раунда Да Да Раунд Завершен Концовка У Макхамова Удалась Давайте Давайте посмотрим Эти эпизоды Вот один удар Пропускает Сандан Сандан Санданов Уважаемые Дамы и господа Напоминаю вам О необходимости Ношения Масок На территории Всего Универсального Спортивного Комплекса Спасибо за Вот здесь Четкое попадание Едва Санданов Стоял Но надо Дать Должное Сандан Санданов Держалка У него Работает Хорошо Акцентированные Удары Жесткие Да Конечно же Это не Супер Тяжи И даже Не Средние Весы Секунданты Весовая Категория До Шестидесяти Одного Килограмма Ну что ж Наступает Момент Истины Третий Раунд Получился Хорошо У Макхамова И Соответственно Сейчас Ему Нужно Еще Больше Прибавлять Активизироваться И Забрав Четвертый Раунд У него Появятся Шансы Если Не на Победу То На Ничейный Результат Он Мог бы Рассчитывать Все Таки Отлетать В Четырех Раундовом Бою Счет 10 8 Очень И Очень Сложно Шансы 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 Я думаю Что это все Прекрасно Понимает И Сандан Санданов Который Не будет Останавливаться Не будет Отдавать Позиции Наоборот Будет Искать Свои Шансы Макхамов Прочувствовал Свою дистанцию То что Он выше Ростом И что Удары С дистанции Позволяют Ему И атаковать И наноситься На безопасном Расстоянии В то время Как Санданов Нужно Постоянно Эту дистанцию Съедать И выходить В ближний Ближний Средний Бой Зажимает В углу Сандан Санданов Своего оппонента Начинает Расстреливать По всей видимости Лучше физически Готов Сандан Санданов Не остается Не остается Макхамова Макхамова Дамы и господа В этом бою Именно бойца Из красного Угла Дамы и господа Дамы и господа Санданов Дамы и господа Санданов Санданов Санданов